Слушайте, привет, друзья. Ну это же терпеть больше невозможно, ну честное слово. Ну человек даёт какую-то технику. При этом он говорит, обратите внимание, это надо делать регулярно. Ну люди любят слово регулярно, ну что поделаешь, мы привыкли к этому. Если регулярно, значит правильно. Во-вторых, что они говорят, послушайте. Обратите внимание, здесь нет никаких внушений. Я же, говорит, не внушаю вам, что после этой техники вы будете чувствовать себя гораздо лучше. Я же не внушаю вам этого. Я же вам совершенно не внушаю, что в этой камере, например, или в этой пирамиде, например, куда вы сейчас войдёте и там посидите 15 минут, вы начнёте испытывать необычные ощущения. Я же вам этого не внушаю. Ну как же не внушает козёл? А все слушают это как дураки. Но меня просто это удивляет. Во-первых, он уже внушил установку. Во-вторых, соединил эту установку с действием. То есть человек вошёл в камеру, например, или в треугольник, там, в пирамиду, там, или ещё куда-то. Сидит там 15-20 минут. Ну как же он не ожидает каких-то изменений. А сколько людей в нительных, сколько людей самовнушением занимаются при этом. Непроизвольно. Он даже может потом сказать, я этого не верил, в это. Сам зашёл и потом вдруг почувствовал. И он другому это рассказывает. И, короче говоря, когда все это знают, что в этой пирамиде или в этой камере могут возникать такие ощущения, такие состояния, чего потом удивляться? Конечно, он внушил. Образ создал, как облако. Эль Грегор такой создал. Ну, короче говоря, слушайте, этими пирамидами уже достали. Ещё раньше были телефонные будки специально такие делали. Ну, без телефона, а просто типа камеры такой. Заходишь туда, там ждёшь, там чего-то сидишь, там. То же самое происходит, когда делают вот эти пасы руками. Вот человек сидит, типа экстрасенс, там ему делают, или рейки. Ну, человек же насмотрелся там у всех. Кроме этого, он же сидит в ожидании, с надеждой, что это поможет. Так это же есть установка. Что такое установка? Психологическая настроенность. Это предварительное распределение энергии на, предполагаем, реакцию. Конечно, она наступает. Но хотите верьте, хотите нет. Хотите спорьте со мной, хотите нет. Но гомеопатия что такое? Правда, сейчас туда для эффекта-то и вещества добавляют. Но на самом деле-то говорят, что там типа ничего нет. Ну, говорят, принимать надо регулярно. И сколько таблетчик сегодня красного цвета, синего цвета. И не ошибиться. И каждый день. Ну, конечно, ты их принимаешь каждый день, и каждый раз ты ждешь, что тебе станет лучше. Хочешь ты или нет. Как же это ты не ждешь? А зачем же ты их принимаешь? Да, конечно, ждешь. Козел. Почему я это говорю? Козел. Дурак. Оказывается, такие штуки сильно действуют. Это же эмоции. Ну, вот туда смотрят меня и думают. Сам козел. Правильно же, да? Понимаешь, что такое? Ну, это, конечно, интересно. Но когда я смотрю вот этих авторов, которые, ну, дурят людей. Ну, так надоело это все, Господи. Ну, как это все надоело? На моем веку уже это было три или четыре раза. Разные люди. Вот так выходят и начинают. Да. Ну, из учебника психологии можно... Ну, были такие учебники хорошие тому. Или по психиатрии, или старые лекции, старые профессора читали. Вот пробирку вносят и говорят, сейчас открою пробирку. И все почувствуете запах бензола там или бензина, или спирта. Кто первый, руку поднимите. Ну, руку поднимают. Первый, второй, третий, пятый. Он там на 50-м ряду сидит, тоже поднимает. А потом он говорит, а ватам вообще-то в пробирке дистиллированная вода. Ну, это же тоже все смотрели. И все знают. Ну, это интересно. Ну, короче, дурак ему все. Я тоже дурак. Дурак, потому что... Зачем я вам это рассказываю? Легче же вам говорить то, во что вы верите. Да, я буду вам говорить, что экстрасенсы существуют, телепатия существуют. Да, я буду говорить. И буду такой любимец публики. И вообще буду воду вам заряжать. А знаете, как вода заряжает? Вода-то, она остается водой. А когда говорят, что я вам ее зарядил, меняют ваше восприятие к этой воде. И вы, когда ее пьете, чувствуете, она изменилась. И говорите, да, действительно, как он по телевизору нас мог зарядить? Он не в воду заряжает. Он людей заряжает, которые эту воду пьют. Ну, ладно. Чепуха чепухой, шутки шутками. Как говорится, война войной. Обед по расписанию.